Витя пойдёт на работу в первый день. У нас тут нарисовался движняк по квартире. Хорошо, что в крупной компании. Да, это плюсы работы в крупной компании. Вот сама кухонька, она небольшая. Сегодня у нас пикник тут. Короче, зашли мы в Лионс посмотреть и купили матрас. Остановите нас, остановите мы. Прикалывает меня, как они задирают трейлер. Вон просто под трейлером пешком можно ходить. Мне не нравится, как это работает. Тебе вернут деньги и всё. Заняло это буквально полчаса. Мне выдали номер. Жена заставила записать впечатление о работе. Доброе утро всем. Витя пойдёт на работу в первый день. Ты готов? Ты готовы, дети? Да, Капитан. Всё. Поехал на работу. Домик продаётся. Красивый, а? Какой у него участок бешеный. Ещё вот эти чёрные деревья мне тоже нравятся. Красивый, э judgement. Д Abeл... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Проговорил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok мне кажется сегодня дали вот такую штуку это наш Atlantic alles Страховая компания которая здесь твое имеется на тебя тоже это д StephanieTorzok оооо aligns аааа Вот здесь вот такая карта есть. Берем сполз. Драг карта. То есть, когда покупаем какие-нибудь медикаменты, ее отдаешь, и компания покрывает, допустим, у них же так это, 80% компании, а тебе надо заплатить только оставшиеся 20. Короче, это мне надо будет изучить, да? Внимательно. Да, там прочитать много, если я мечтал. Это приятненько. С хорошими новостями. Хорошо, что в крупной компании. Да, это плюсы работы в крупной компании. Фоунеры не дают никаких тебе бенефитов, никаких медстраховок, ничего. А здесь, по-моему, я просто заполнял, когда там еще был этот пункт dental coverage. Возможно, даже и dental включено, да? Так, сегодня, короче, у нас был бриф, так сказать, по книге, которую я показывал. По всей книге прошлись за сегодня по многим главам, ну, как галопом по Европам, но многие моменты подробно, как бы, объяснял Гэри свои примеры из жизни, там, туда-сюда, какие-то вопросы дополнительно задавали. Но получилось так, что с девяти утра мы до четырех, с перерывом один раз этот, на обед, на час, с девяти утра до четырех вечера мы сидели в классе и читали эту книгу и, ну, как бы, обсуждали ее. Короче, мозг просто опух. Причем, в классе, в кабинете, это Drivers Lounge, и там холодно, там кондиционер включен, и его нельзя не выключить, не отрегулировать, ничего, потому что он под замком там, и там холодно, ему просто во время обеда я выбегал на улицу, на солнце греться. Хорошо, что я эту книгу до этого дома прочитал, три дня на это потратил, вот, но я уже знал, что к чему, и мне было, как бы, легко, и у меня получилось закрепление материала, а у всех остальных получилось вау, вау, вот так вот. Потом нас, по идее, сказали, что в четыре часа все, вы поставьте, а, это было даже не четыре часа вру, три тридцати это. Он сказал, ну, напишите время, чтобы до четырех сегодня были, и все. Типа, свободно, больше нечего делать, я сейчас, ну, там, дела там, вот, что. Пацаны, ну, ребята начали, короче, это, там, может, там, что-нибудь мы поделаем, там, притрип, не притрип, такой, ладно, ладно, идите на улицу, берите тракт, притрип делайте, что-нибудь делайте, короче, и, этот, до пяти. Потому что, почасовая плата девятнадцать с половиной долларов в час. Полная нетерпимость телефона, если, если у тебя штраф за то, что ты телефоном пользовался, сразу уволен, сразу. Вот такую книжку они выдают каждому водителю. причем, видно, что это новая книжка, никто ей до этого не пользовался, то есть, они новую книжку собирают для каждого нового водителя. У них с запасом они есть, и они, с ней ты обязан ездить всегда, когда ты в трак садишься. Там в траке есть отдельная папка, в которой содержится документация чисто на тракт, на этот конкретный тракт, но вот здесь содержится вся документация, которая тебе понадобится, там какие-то, когда, допустим, бывают ситуации, если брокер не на связи, или что, ты можешь сам заполнить документы на таможню, там туда сюда, здесь все рассказывается, как это делать, есть бланки, то есть, ну, покрыли все, что можно. Про зеленый треугольник, и при том, что мы уже купили специальные ботинки, так вот мы обнаружили этот зеленый треугольник, нам не пришлось ничего менять, вот он просто немножко был спрятан, но вот так он выглядит. Ура, ура, я получила ключики от квартиры, Витька на работе, через час уже он освободится, у нас есть свое парковочное место, и сейчас я пойду хочу посмотреть квартиру, как там почистили, и есть ли там электричество. Короче, электричества нету, электричество нам должны подключить только, получается, завтра. Блин, я хотела уже сегодня сюда въехать, наверное, мы тогда уезжать будем полноценно уже завтра. Вот она входная дверь, вот она кладовка раз, огромная кладовка, упс, сори за звук, это у нас кладовка номер два, а это хватит на шкафчик при входе, да? Вот это типа зона идет, вот здесь у них стоял кухонный стол, вот сама кухонька, она небольшая, но вот эта зона, это тоже типа считается кухня, здесь что есть? Темно, да? Ну, покажу вам мельком. Холодильник, плита хорошая, я проверила духовку, две раковины, что меня очень-очень-очень радует, гарнитур, конечно, подушатанный, старенький, но пофиг, главное, что все чисто. Вот это вот идет типа зал, он у них тут за отдельную комнату не считается, это тоже, ну, видимо, имеет какое-то отношение к кухонной зоне, ну, типа open concept и так далее. Дальше идет зона комнат, вот это идет мастер-бедром, насколько я поняла, она, да, она побольше, здесь окошко, розетки, вот здесь у них стояла кровать, еще влажный этот ковролан, потому что они сегодня чистили, видели, да, какой у меня загар, и вот здесь вот встроенный шкаф плательный, окошко я, наверное, все-таки закрою, идем дальше, здесь еще одна кладовка с полками, что очень удобно, дальше идет вторая комната, это у них типа я даже не знаю, типа детская, она уже поменьше, конечно, гораздо, но тоже есть плательный шкаф, вот, дальше здесь идет ванная комната, с ну что, здесь ванной, она, конечно, ну довольно-таки глубокая, нормально, душ такой, который не снимается к стенке прикрепленной бесячей, но это не важно, пойдет унитаз и раковина, зеркальца, тут, по-моему, даже шкафчик есть, да, ой, какой он красивый, ну ладно, это фигня, на самом деле, вот, электричества видите, нету, его не то, что нету, его, я так поняла, сам Джо, это который главный менеджер риалторского агентства, он его открутил, чтобы, типа, мы бесплатно не пользовались, а так вообще оно до 3-го числа оплачено предыдущими, и, по идее, здесь есть, то есть, можно спуститься куда-то, включить автомат, но это будет незаконно, вот, короче, хата огромная, я прям не могу поверить, реально, и не могу дождаться момента, когда я, когда мы уже здесь полноценно будем жить, сегодня мы, наверное, перевезем те вещи, которые мы можем перевезти, ну, допустим, еду не будем трогать, потому что там, ну, холодильник не подключен, да, в принципе, и все, а завтра уже полноценно переедем, сегодня 23 августа, я допаковала все вещи, ведь я сегодня на работе, поэтому съезжаю я одна, я отменила бронь на Airbnb, там можно в любой момент, пока ты живешь, отменять бронь, и в итоге нам должно вернуться 159, ну, короче, 160 долларов, за проживание в августе в нашей квартире, то есть, со вчерашнего дня до конца месяца, с 22 числа, да, я заплатила 260 долларов, то есть, порядка 100 баксов мы потеряли из-за всего вот этого переезда и так далее, но, я думаю, оно того стоит, я прям очень-очень-очень рада тому, что мы наконец-то заезжаем в свое собственное место, что будет своя ванна, своя кухня, газовую холодильник, то есть, мы очень много переезжали, да, за это время, ко всему можно приспособиться, но, в тот момент, когда я узнала, что вот-вот-вот-вот-вот скоро уже будет у нас свое жилье, все, у меня терпение сразу, бух, я прям не могла дождаться этого момента, так, ну что, ребятки, я счастлива, я все помыла, все перемыла, заняла это не так уж много времени, я так рада, я так рада, господи, как хорошо иметь свое помещение, кстати, все было довольно-таки не грязно, единственное, вот, духовка была не очень, короче, я ее, я, по-моему, первый раз в своей жизни, в принципе, духовку мыла, господи, меня очень радует, что здесь две раковины, это я еще, это я все раскрыла, но еще ничего никуда не ложила, в принципе, особо ложить некуда, но я думала, что мы пока в те полочки будем вещи раскладывать, в той, в другую комнате есть платинные шкафы, туда я уже развесила, то, что у нас было на вешалках, а все остальное просто, чтобы на хранение, ой, будет храниться вот здесь, те же чемоданы, пустые всякие, коробки и так далее. Сегодня у нас пикник тут, это Джек, президент компании. У нас суббота, у Вити выходной, первый выходной после рабочей недели. Мы, короче, приехали на Farmer's Market, ну, рынок, грубо говоря, он у них тут работает только в среду и в субботу с девяти до двух. Хотим посмотреть, что там. КОНЕЦ 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 Взяли мы помидоров. Я взяла разные виды, там два вида желтых, черных и два вида красных. У него пять видов было, пять видов я взяла. Взяли мы молодой картошки, сейчас у них есть Дея, тут у нее потает улс, короче. цукини. Нет? И еще мы взяли парочку, это не цукини, это кабачки, цукини зеленые. Красавчики, вроде как домашние, но на самом деле все дорого, да? Ну, по сравнению с магазином, да, с масс-маркетом дороже, но вроде как это здоровая еда должна быть. У них во многих местах вот ставят чашки для собак попить. Это просто заведение заботиться о питомцах других людей. Классно! Вообще вот получается мы в даунтаун в Шарлоттауне. Здесь сегодня какая-то ярмарка. Овощи продают, хавку продают, всякие разные изделия, рукоделия продают. Люди просто гуляют, дорога перекрыта. Короче, зашли мы в Лионс посмотреть и купили матрас. Ну, как купили? Мы его не купили, мы оставили депозит 100 долларов за матрас, который выбрали, который сейчас на распродаже вместе. У них, короче, под матрас вот эти специальные штуки, то, что они называются Printbox. Подставка под матрас. Я не знаю, если ты ее покупаешь, они тебе дают 10 лет гарантии на матрас. Если ты ее не покупаешь, то на матрас 5 лет гарантии. Ну, anyway, короче, очень у них тут такие условия, гибкие, очень гибкие. Лишь бы ты взял, вот, лишь бы ты взял и все. Ты все можешь вернуть, ты можешь отказаться от депозита. Единственная причина, по которой мы оставили депозит, он говорит, я не могу вам, их сейчас нету, короче, в наличии этих матрасов, они придут через 2-3 недели, он сказал. Но, говорит, я не могу гарантировать, что когда они придут, то есть, когда у нас пополнится ряд этих матрасов, что цена останется все еще по акции. Сейчас вот он там 850 долларов вместе со Springbox продается. Поэтому, если вы хотите, говорит, зафиксировать эту цену, то вам нужно было бы оставить депозит. Ну, что мы и сделали. Но этот депозит в любой момент можно забрать, приехать, если мы передумаем. На момент, когда матрас поступит, если вдруг на матрас, который сейчас стоит дороже, будет акция, мы можем, короче, взять в итоге не тот матрас, который мы заказали изначально, а взять другой. В течение 90 дней, если ты покупаешь специальную накидку на матрас, что мы, в принципе, и так собирались сделать, потому что у Вити аллергия, ты можешь вернуть матрас, не то, что вернуть, поменять его на любой другой матрас, ну, естественно, доплатить там разницу, либо, не знаю, они вернут разницу. Ну, короче, очень много всяких условий. Мы спрашивали, а что если вот так вот, а если мы найдем другое, а если мы найдем кровать, у которых есть вот эта вот специальная подставка под матрас, можно ли будет потом отказаться от этой бокс-принга? Они сказали, да. Короче, на все вопросы, которые мы задавали, нам сказали, да, 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 ну, типа, вы можете это сделать вообще без проблем. Ну, нам супер такой дядька еще попался. Гордон. Гордон, да, его зовут, он такой прям добрый, он некоторые вещи сам нам подсказал, и... Классно. Такой честный вот прям канадец-канадец. Короче, я не знаю, как еще по-другому его описать. Остановите нас, остановите, мы просто сегодня тратим деньги, как не знаю что. Но, мы покупаем нужные вещи. Короче, вот, чтобы вы понимали, это насадка, которая была на душ там. Но она отразительная, она брызгается во все стороны и не смывает ничего. Мыло, шампунь не смывает с тебя. Поэтому мы купили по акции за 15 долларов вот такую фигню, что классно. Она с этим, со шлангом. И, типа, тут все предусмотрено. Там, да, у нас всего одна дырочка, но, как бы, они все предусмотрели, они сделали две дополнительные, и все будет работать, короче. дом покажем. Да, мы купили уголки на ванную, это очень, мы видели, по-моему, у Эшли, да, когда в втором-то останавливались. Очень полезная вещь, тоже покажем, когда установим. А это, так как у меня две раковины, у меня есть возможность установить туда сушилку, и все будет тип-топ. Я вообще мечтала о том, чтобы вода с моей посуды стекала сразу в раковину, ну, не знаю, много лет. Я еще в Астане Вите говорила, я хочу две раковины, но там не было смысла менять. Та-дан! Вот, и готово. Ну, мы проверили, душик нормально работает, провод никак не мешает, не провод, а шланг. Единственное, ему, наверное, надо будет отвисеться, он сейчас какой-то неэластичный. Вот, но мне, мне, как бы, он нужен. Почему мы взяли? Потому что, бывает, я хочу сползнуться, но при этом не мочить волосы, и, ну, короче, удобно. Меня отправили на, мойку. Я приехал, привез вот этот трейлер, вот его припарковал, ровненько, хорошо, и мне надо вот этот 136 забрать. Вот, я под него уже встал. Вот, ручка открыта, через не закрытый. Вот этот пин, за который я цепляться буду, пока на ногах стоит. Вот, я зацепился, подцепил воздушные линии и электрический кабель. Вот, здесь все зашло, ноги я уже поднял. Так, здесь лампочки работают, сзади гляну лампочки, и можно ехать, проверить тормоза, и можно ехать. Чуть грязно. Так, лампочки работают, все работает. Я завел драк, пишет, что воздушного давления не хватает. сейчас, когда будет вот здесь выше ста, можно будет вот здесь нажать окей, и можно будет ехать. Сейчас. Угу. Все. Оп, все. Можно ехать. Отпускаем тормоза. Переключаем на D. У нас включилась вторая передача, он внизу в углу. Так, сначала проверяем тормоза трейлера. Ага, держит. Все, ехала. Вот это сервис-шоп у них. Здесь у них два дока, это с улицы. Здесь вот они траки ремонтируют. С этой стороны трейлеры. Здесь трейлер, здесь трак по механической части. С той стороны трак по электронной части. Здесь вот они вот так вот четыре домкрата поднимают. Вот этот трак безголовый. Он перевернулся в прошлом году. Ветром перевернул его. Вот. Они кабину ну, выбросили, а все остальное хотят... Ну, они сейчас его восстанавливают, короче, в процессе восстановления. Вот так вот высоко поднимается трак. Вот у них впереди пластиковые бомбера. Это новые траки. Такие с металлическими бомберами это старые траки. Прикалывают меня, как они задирают трейлер. Он просто под трейлером пешком можно ходить. Они его... Получается, трак зацепленный с траком. Трак затормаживают, чтобы он никуда не уехал. И вот поднимают спокойненько. И все работы проводят. Здесь будут менять тормоза. Все? Ничего себе. Все-все-все тормоза. Все четыре. Барабан. Сегодня завезли партию резины. Доставили. Это наваренная. То есть, вот здесь, если видно шов, наваренный шов. То есть, на изношенную в этот новый протектор наносит. Это для... Вот такие вот, которые гладкие. Это для трейлера. А вот здесь вот есть, которые для ведущих осей. Для самого трака. Они прям новые. Это не навар. Это заводской новые. Красота! Грязный такой капец замаранный. Не знаю, где он был, но у него прикольная надпись. Смотрите, что мы взяли. Взяли в аренду. Это не совсем пылесос. Это то, что они называют Carpet Cleaner. То есть, очиститель ковра, Он делает мокрую очистку. Мы его взяли в аренду за 30... Ну, вместе с насадкой там 36 долларов, короче, вышло. И взяли специальное очистительное средство. Когда ты берешь понедельник, вторник и среду его, его дают на двое суток по цене одних суток. И вот вчера вечером после явительной работы вместе съездили, притащили его. То есть, особо ничего не видно, ничего не изменилось. Ну, ковролан тут бешеный на самом деле. Но вода была такая грязная. Она прям была грязная. Он прям нормально так высасывает, короче, грязь. И ну, это приятно на самом деле. Самое главное, что оно не воняет, так как оно воняло, когда мы въехали. Его очищали паром. Сейчас, вот вчера, если запах был, он был вот чисто химический, да, вот к химии пахло. Сейчас он не воняет, он еще не до конца просох, но я думаю, сегодня вечером мы зал обработаем второй раз. Спим мы на полу. Вот, я задрала просто. Спим мы. Сегодня спали ночью здесь, вторую ночь тоже будем, наверное, сегодня здесь спать. Вот, а завтра нам его уже надо будет отвезти. вот такая фигня. Карпет клинер, видите, его разводишь с водой и туда заливаешь, и у него есть отдельная емкость для чистой воды, и вот в эту емкость потом грязная вода набирается. Короче, мы купили вот такую штуку. Ну, вы видели, да, в принципе? Она пися. Ну, то есть, напор никакой. Ну, посмотрел, я посмотрел в характеристиках уже потом, что он максимальный поток воды 5,7 литров в минуту. То есть, 5,7 литров в минуту, это мало. Может, посмотреть другие, есть другие, которые 9,5, типа. Ну, запаяна коробка, то есть, она, ее невозможно обратно в былой вид вернуть. И мы сейчас спросили, типа, что если я вот взял, открыл, установил, но мне не нравится, он говорит, ничего, принеси все назад, говорит, чек, говорит, есть? Если чек есть, принеси все назад, скажи, мне не нравится, как это работает, тебе вернут деньги, все. Еще мало того, никто и не шкнил, ну, типа, ну, да, конечно, ребят, то есть, мы, мы такие, мы уже открыли коробку, они такие, без проблем, вообще без проблем, если вам не нравится, как это работает, просто принесите обратно. Я вообще не хотела этого делать, я даже не хотела заезжать и спрашивать потому что я ну совсем не сомневалась я даже думал что это нагло будет с нашей стороны спрашивать как бы да канада канадой но типа это уже ту матч оказалось нет и ту мальч в итоге мы купили вот такой вот мы поменяли получается и получилось что он пакции за 35 баксов нам достался ништяк у него именно максимальный как это поток воды и 9 половиной литров в минуту он прям нормально поливает качественно ништяк короче хорошие новости вчера ведь к забирал машину и у него там рядом с работой ребята посоветовали источку где можно будет пройти техосмотр то по нашему то что у нее здесь называется safety inspection мы немножко переживали за нашу машину потому что явно было слышно что где-то есть протечка этого топлива витька сам делал это в монктоне он замазал три дырки из четырех которые он сам нашел четвертую не смогу стану там слишком вот но вчера он утром получается оставил машину после обеда приехал забрал и вообще все прекрасные ребята все нормально с машиной все ништяк выдали этот сертификат так что все круто поэтому сейчас я приехала в axis пей буду переоформлять машинку на себя уже получать местные номера и так далее кстати видите пришел такой запрос когда мы поменяли права по почте ему прислали drivers medical certificate короче попросили его пройти медосмотр сегодня с утра он съездил прошел медосмотр все нормально ему врач все запомнила подписала подписи тут не очень поэтому я сейчас попробую сдать за него эту форму если получится короче все закончила за него это буквально полчаса не выдали номер один у них тут один номер выдается его нужно на сзади машину короче крепить мне выдали новый техпаспорт и обошлось не все это 59 баксов 67 регистрация 5 долларов номер и 13 баксов за что-то там вернула правительство не знают мелочи приятно короче супер супер все очень быстро за витьку я тоже сдала его медицинскую форму поэтому еще ништяк также она заставила записать впечатление о работе сегодня уже четверг я начал в прошлый понедельник то есть уже скоро будет две недели как работаю первые пару-тройку дней были вообще абсолютно вводными то есть типа вот мастерская походи тут если что-нибудь нужно помочь помоги сам ничего не умеешь делать не знаешь что как они делают смотришь только наблюдаешь вот ну постепенно постепенно втягиваешься там где-то колесо снять где-то колесо на борт поставить потом я научился резину снимать одевать то есть но здоровых ну это здоровая резина как бы не халам-балам прикольно но местами мне веса тупо не хватает там где надо попрыгать я прям прыгаю не угорает она пару раз были интересные задачи то есть у них там стоит трак это перевертыш его ветром в прошлом а в этом году его ветром перевернул короче то есть но кабина в утиль а рама двигатели все нормально поэтому единственно когда пожарники переворачивали трак обратно они там электрические элементы многие просто тупо пообрубали чтобы ничего не замкнуло ничего не случилось и там вот коса которая от компа смысле от мозгов трака просто перерезана красота не знаю штук 40 на проводов половина из них серых вот мы загнали в гараж такой же трак и с это нам перед ну короче смотрели на том траке на доноре говори какие провода маркировка там мелко-мелко написано маркировка у каждого провода смотрели и на том восстанавливали короче сделали штеггер такой же коллектив конечно грамотный прям вот ништяк все мужики приветливые все с юмором короче ништяк все вот чушь рассказать два инструктора у балка это вот герри в котором я много ездил я только с двери ездил и есть бог еще со мной еще среди студентов так сказать двое дополнительно еще русскоязычных ребята один из россии приехал но работал на европу один из германии приехал в германии 26 лет что ли тракер ну там когда когда-то ездили бэкинг был закрытыми глазами залетает куда-то же 26 лет вот мне уже назначали драг тест я прошел драг тест суммарно 6 человек сейчас стажируется ну тренинг проходит и из шести только у меня права полноценные то есть только я могу ездить на дороге и у них такая система в шести километрах от базы тракошь то есть мойка они там трейлера моют и траки тоже там моют получается так что у них некий конвейер они нужно вот который трейлер который ремонтируется в данный момент в шопе когда он заканчивается нужно его отвезти на трак стоп ой на трак вошь там его скинуть чтобы его помыли допустим да или если он чистый там у нас оставляется остается потому что там место есть там скидываешь тот трейлер те говорят номер другого там берешь другой трейлер и возвращаешь его обратно и так как права только у меня из стажеров стажеров меня постоянно гоняют я так за день ну 6 рейсов туда-сюда делаю как бы казалось бы всего 6 километров но там через этот населенный пункт и поэтому такое себе быстро не получается минимум 40 минут занимает туда-сюда съездить потому что еще там сцепка расцепка и так далее так что стажировка проходит мне все нравится дальше больше